Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Сегодняшнее видео, да, сегодняшнее видео у нас с вами будет посвящено не только Лене Хэппи, канал USA Happy Every Day, но и еще некоторым обзорщикам. Да, ну, как говорится, пристегните ремни, поехали! Начнем, естественно, мы с Леной Хэппи. Видео выложила очередное, Лена, да, нас теперь балуют своими видео, выложила очередное видео с названием «Куда мы бежали из Чикаго?». Ну, как вы думаете, дорогие мои, куда же они бежали? Ну, конечно же, естественно, домой в Майами. Все правильно. Только надо было сделать, ну, я так считаю, надо было сделать это действительно сразу, а не мотаться по всем штатам, сдавая анализы в ожидании трака. Да, в ожидании трака и контракта на лис. Лена поведала нам о том, что она решила не подписывать этот лис в Чикаго, да, которого она ждала несколько дней. И вообще сказала Лена нам о том, что пока, вот сейчас, в настоящее время, она не планирует вообще брать лис. То есть они планируют продолжать работать, как работали обычными водителями. Показала Лена нам сообщение, которое она отправила в Чикаго о том, что контракт на лис она прочла, но подписывать его не будет. И в своем сообщении она спросила, как можно будет переслать деньги за билет, да. Ну, прекрасно помните всю эту ситуацию. Здесь я, в принципе, с ней полностью согласна, зачем идти на какие-то непонятные кабальные условия, да, зачем связываться с депозитом, простите, в 5000 долларов, когда реальная цена депозита, как говорят трак-драйверы, которые работают уже по несколько лет, 2000, там, от 1500 до 2500, а тут ей предлагали аж 5. В итоге траковая компания нашлась у них в Майами, то есть, да, они нашли себе компанию траковую у себя под носом, грубо говоря, в Майами. Будут они работать обычными водителями. Я считаю, что это неплохо. Ей уже прислали контракт вот от этой новой компании, в которой они планируют работать. Он Лене понравился. Штрафов там практически, как она сказала, не было. Ну, и опять, прилетев в Майами, они поехали сдавать очередные анализы. И здесь она опять начинает далее нам вспоминать про свою предыдущую траковую компанию, про последнюю траковую компанию, в которой они работали перед тем, как они ушли в отпуск и поехали на свадьбу. Опять Лена начала говорить о том, что, мол, так и так, там были действительно, мол, неплохие зарплаты, но эти зарплаты постоянно им задерживали. И приходилось просто буквально с боем выбивать вот эту зарплату, по 100 раз напоминать всем, в том числе и бухгалтеру, о своих деньгах и так далее и тому подобное. То есть я так понимаю, думаю, зачем нам Лена об этом говорит каждый день. Предполагаю, что, ну, просто многие тыкают Лене, да, и говорят о том, что вот, мол, ты бегаешь из компании в компанию, не можешь усидеть на одном месте. И вот Лена нашла, значит, такой повод и сказала о том, что да, вот я бегаю потому-то, потому что нам, мол, вовремя не платили зарплату, постоянно задерживали деньги. Ну, хорошо, пусть будет так, как говорится. Мы всей этой ситуации знать не можем. Ну, а теперь, дорогие мои, по поводу новой компании, в которую они сейчас собираются переходить, которая как раз-таки находится в Майами, да? Что здесь? Здесь опять всё им нравится. Всё опять нравится. Это, конечно, хорошо, но вот мне интересно, надолго ли эта работа и эта компания, и эти, вот, знаете, сотрудники, хозяин этой компании, вот, надолго ли всё это будет? Будет нравится Лене. Неизвестно. Почему говорю «нравится Лене», потому что, знаете, прекрасно понимаю, что главная скрипка в этом оркестре – это Лена, да. Я так понимаю, что, в принципе, знаете, Вильям, он человек такой подневольный. Он бы и сидел бы на одном месте прекрасно и работал бы в одной траковой компании и никуда бы абсолютно не бегал. Ну, вот, а Лена со своими амбициями бегает сама и в итоге дёргает Вильяма. Что, естественно, я считаю абсолютно неправильным, потому что, вот, смотрите, с того момента, как они ушли в так называемый отпуск, когда у Лены был день рождения, да, когда это было, не помню, 2-го, 3-го, 4-го ноября, вот, представьте, сегодня у нас уже какое? 25-е число, то есть, грубо говоря, 3 недели они сидят уже без зарплаты, то есть платежи у них есть, да, им нужно платить, да, какие-то платежи, какие-то там определенные кредиты, долги оплачивать, жить на что-то, но при всем при этом 3 недели они уже не работают. И вот сейчас, пока вот они выйдут, да, там день, 2-3, когда они выйдут на новую работу, ещё сколько пройдёт времени, возможно, те же там 3-4 недели, пока они получат новую зарплату. То есть Лена-то, в принципе, да, она хочет большего, но по итогу она делает хуже и себе, и своему мужу, который, в принципе, вообще его это не должно волновать, он должен просто рулить, работать и зарабатывать тем самым деньги. Да. Ну и опять Лена говорит о том, что у неё всё болит, не знает, как она вообще сядет на этот трак, не знает, говорит, что действительно у неё всё болит, при всём при этом, когда она говорит об этом мужу, муж говорит, ну ничего страшного, не переживай, мол, выпьешь таблетки, и, мол, всё будет хорошо, и пока водить не будешь. Ну, что касается вообще этой ситуации, если честно, я не понимаю, зачем она вообще попёрлась на этот трак, здесь у меня вот этот вопрос мой абсолютно без каких-то подковырок, без какого-то злорадства, да, ну, в принципе, каждый думает в меру своей испорченности, но я могу сказать одно, что это только Ленины с защитницей кричали о том, что там, да, и советчицы некоторые, давай, давай, иди на трак, будет больше денег, да. Мы всё время говорили о том, что какой трак, когда нет здоровья, оставить на этом траке, как говорится, последнее здоровье, да, да потом его, в принципе, по большому счёту ни за какие деньги не купишь, тем более, что зарплата на траке у них одна, это зарплата Вильяма, да, так пусть он, в принципе, там и продолжает работать. А Лене можно посоветовать сидеть в Майами, сидеть дома, заниматься собой, заниматься своим здоровьем, заниматься, вести, заниматься, она блогер, да, вести свой блог и найти себе какую-то работу, может быть, обратно у неё получится вернуться в школу, да, неважно, как многие говорят, ой, да ну, это, мол, такие копейки, там, 1700 и так далее, но зато там была страховка, что очень и очень важно, тем более в её возрасте, в любом случае, да, и, знаете, 1700 долларов или 1500 долларов, это хотя бы что-то, это ещё одна зарплата, так скажем, в их копилку, это лучше, друзья мои, чем ничего, да. Ну, а Вильям, естественно, будет приезжать домой, там приезжать домой, допустим, на выходные, ведь так живут очень многие семьи, в которых мужья работают на траке и ничего, живут абсолютно нормально. Кстати говоря, знаете, о деньгах за билеты, которые они должны были отправить в Чикаго, человеку, который их просто вытащил из Юты, Лена сказала, что с первой же зарплаты они оба сбросятся, да, скинутся и отправят деньги за билеты. А вот здесь, друзья мои, я, если честно, что-то не понимаю. Насколько я помню, буквально два дня тому назад Лена уверяла нас, что деньги у них есть, они отложены, лежат буквально чуть ли не под подушкой в Майами. Так, простите, куда они делись? Почему теперь, когда они приехали домой, да, они не могут сразу взять, вытащить эти деньги из-под подушки и отправить вот этому человеку в Чикаго, который их очень и очень выручил. А теперь почему-то он должен ждать, пока они выйдут в рейс, пока пройдет какое-то время, и они получат зарплату. Это может быть и месяц, как говорится, да. То есть, по мне, я считаю, это не очень красивая ситуация. Тем более, знаете, Лена так много говорит, знаете, о порядочности и об обязательствах. И вот требует она все это по отношению к себе. Так почему бы не проявить вот эту порядочность и обязательства, да, не выполнить перед человеком, который вам действительно помог в той ситуации? Не говоря уже о том, что меня немножко резануло, что мы сбросимся с Вильямом, да, каждый там отдаст свою часть денег после зарплаты и, значит, отправим эти деньги. Насколько я понимаю, они вроде как семья. У каждой, да, у них получается в семье, то есть, вроде они семья, а получается, что они как бы каждый сам за себя. Ну, честно, многим этого не понять, хотя, естественно, даже если мы что-то не понимаем, это не означает, как говорится, что этого нет. Да, все живут, естественно, по-разному. Ну, и в конце ролика Лена всех нас опять в очередной раз просто заинтриговала и сказала, что работать на траке она все-таки не может совсем. Мол, шесть месяцев она еще как-то, значит, могла вот работать, и у нее все так вот и, в принципе, не болело, а сейчас уже не может. Вот, Лен, ну, по большому счету, вот зачем ты опять говоришь неправду? Ну, какие пять месяцев на траке? Лето ты не работала на траке как водитель. Ты начала работать на траке как водитель только с сентября месяца. То есть я не понимаю, если честно, опять к чему вот эти вот все разговоры, да, тем более разговоры со зрителями. Вот Лена говорит о том, что да, вот мне плохо, мне тяжело, у меня все болит, я не представляю. Ну, конечно, да, по идее Лене нужно разговаривать не со зрителями, а говорить ей со своим мужем и сказать так и так. Правда, муж, конечно, я ей ответила очень-очень некрасиво, я считаю, когда Лена сказала, у меня все болит, и я не смогу работать на траке. Муж нет, чтобы сказать, да, Лена, сиди дома, отдыхай, отдохнешь, а там дальше посмотрим, как что будет, а я поеду. Нет, муж ее никоим образом не поддержал, он сказал, ну, ничего, напьешься таблеток обезболивающих, да, и все будет нормально. Ну, зашибись, как говорится. Ну, и самое интересное, друзья мои, что вот вчера Лора, которая USA, Лора Сибирячка, да, она выложила видеообращение к Елене Хэппи и, как она написала, господам-обзорщикам, где попросила, чтобы ее речи про работу в дальнобое не проецировали на Лену Хэппи, да, чтобы вот ее разговоры, Лорина разговоры не связывали постоянно с Леной Хэппи. Как сказала Лора, если я что-то рассказываю, то это вовсе не значит, что я хочу сказать, что Лена не права. Лора говорит, что она рассказывает исключительно про свой опыт, делится исключительно своим опытом. И когда Лора опять же сказала про депозит вот в пять тысяч, она сказала, что да, такое, в принципе, могло бы быть, если люди знали, что Лене с мужем просто некуда деваться, могли бы им, ну, если люди непорядочные, да, им бы просто выставили действительно вот такой взяли и выставили депозит в пять тысяч и скажут, да куда они денутся, у них денег не было даже на билеты и на мотель, да. О чем я, в принципе, и говорила, когда задавала Лене вопрос два дня назад в своем видео, я говорила, «Лена, зачем ты рассказываешь человеку о том, сколько денег у вас в наличии на карте, там, 250 долларов?» Чтобы этот человек понял, что вы находитесь в такой трудной жизненной ситуации и что вы полностью теперь от него зависите. И что он может делать, в принципе, с вами, по большому счету, все, что ему захочется, да. Также, знаете, друзья мои, Лора озвучила очень интересную мысль о том, что все вот эти вот проблемы с Леной, с ее работой именно в дальнобое, да, с тем, что их постоянно хотят обмануть, хотят нагреть, происходит из-за того, что они ищут работу именно в каких-то мелких, непонятных конторах. Вот во всяких конторах, там, Максуда и прочих, и прочих, которые, да, и за хозяина, и за механика, и за бухгалтера, и за диспетчера, как говорится, за всех абсолютно. И она спросила так, как бы у Лены, да, о том, что, мол, почему Лена не хочет пойти вообще работать в крупную компанию, в которых нет действительно таких проблем, в которых никто не пытается никого обмануть, да. И вот, если честно, мне стало действительно интересно, друзья мои, как думаете, почему Лена ходит исключительно по мелким конторам, в которых их постоянно, как она выражается, в которых постоянно обманывают. Почему действительно не пойти работать в большую компанию? Ну, лично я думаю, это вот мое мнение, что, наверное, все-таки это связано с не очень хорошей историей вождения. Значит, все-таки были какие-то аварии, какие-то аварии имели место быть, поэтому рейтинг у них, как у водителя, наверное, скорее всего, не очень. Ну, я не знаю, чем руководствуются крупные компании, когда они берут сотрудников к себе на работу, траковые компании, да. Наверное, скорее всего, конечно, для них важно, чтобы был безаварийный стаж, потому что от этого зависит страховка и так далее и тому подобное. Ну, естественно, тоже многие нюансы имеют значение, возраст и все на свете, да. То есть, честно, я не знаю, но я почему-то думаю, что Лена не может идти работать в крупную траковую компанию, потому что действительно у них какой-то есть вот аварийный опыт, и поэтому их, может быть, туда и не берут. Либо они боятся туда идти. Ну, и вот в своем, значит, видео Лора упомянула трех обзорщиков, в том числе и меня, да, сказала там определенные какие-то вещи, попросила о том, чтобы, мол, люди не додумывали и не связывали все ее слова, поскольку это все-таки ее работа, она сказала, это моя работа, причем работаю я в дальнобое гораздо дольше, чем работает там Лена, и поэтому она попросила, мол, не привязывать все ее слова к тому, что она хочет каким-то образом задеть Лену. Ну, в принципе, понятно. Да, и вот что самое интересное было во всей этой ситуации. Я так посмотрела, посмотрела комментарии, посмотрела комментарии, как отвечают обзорщики. Посмотрела комментарий молодого человека, да, которого тоже упомянула Лора вместе со мной. Ну, он отвечал как бы сам за себя и сказал, что да. Я вот сделал такой вывод, мол, по той простой причине, что вот, ну, мне так показалось, что действительно это имело отношение вот к Лене. Ваше, мол, предыдущее видео имело отношение к Лене. Ну, в принципе, это его личное дело, он блогер, и он имеет право на свое мнение, имеет право его высказать. Что касается меня, я тоже написала, что, естественно, Лора имеет право говорить о своей работе и не думать о том, кто и как вообще это, как говорится, все преподнесет, да, и вывернет, и будет это потом сопоставлять с Леной или еще там, или с Машей, или с Васей, или еще с кем-то. Вот, ну, еще один обзорщик, да, обзорщик, он, значит, опять начал... переводить стрелки на других блогеров, на другие обзорные каналы. Вот у меня вопрос, зачем? Зачем постоянно, вот, знаете, постоянно, почему человек постоянно переводит стрелки на кого-то другого, а за себя ответит слабо? Неужели нельзя вообще просто говорить за себя, либо не говорить вообще абсолютно? И вот эта обзорщица начала там писать по поводу того, что, а да, вот есть такая одна обзорщица, мол, и так далее, и тому подобное. Знаете, мне это напомнило ситуацию в детском саду. И я, знаете, друзья мои, сразу же вспомнила ситуацию. Помните, когда Лена Хэппи якобы, значит, удалила свой канал, и вот я вышла первая, да, из нас двух вот этих вот обзорщиц, вот из меня, из этой второй обзорщиц, я из нас двоих первая вышла и сказала, что оправдываться ни с кем я не собираюсь, ни в чем я не виновата, вину за собой не чувствую, и эта обзорщица тоже не виновата. То есть я, в принципе, ее, так скажем, прикрыла, на что через несколько часов эта обзорщица выкладывает видео, в котором говорит, ну, знаете, суть такова, я не я, грубо говоря, и жопа не моя, да, то есть я вообще не виновата, это все она, то есть сваливает полностью все вино на меня, да, а вы, получается, обзоры не выкладываете про Лену? Почему вы постоянно оправдываетесь? И почему вы постоянно пытаетесь переложить то, что вы делаете, на плечи другого человека? Я вот что-то не понимаю, я, в принципе, за себя отвечу сама. Почему вы не можете ответить сами за себя? Зачем вот эти оправдалки и вот, знаете, просто полный детский сад? А, это не я, я не виновата, это все она. Ну, просто действительно, ребят, это полный-полный бред. Вот по мне это бредятина. Да, а у Лоры она написала о том, что вот она, мол, про вас говорит в своих видео, а что можно, только вам можно говорить про кого-то в своих видео, упоминать каких-то блогеров, а другим нельзя, что это вообще за политика двойных стандартов. Мне как-то очень-очень интересно, да? Вот я долго не реагировала на какие-то такие моменты, но теперь я хочу сказать одно, что если с вашей стороны будет постоянно лететь камни в мою сторону, то поверьте мне, отдача вот не заставит себя ждать. Я вас просто уверяю в этом. Я вам это просто обещаю. Друзья мои, ну вот такой у меня сегодня получился обзор. Всем прекрасного настроения. Для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем прекрасного дня и хорошего настроения. Все, всех целую, всем пока.